Минеральные источники, святыни и прекрасные ландшафты. В Ульяновской области достаточно брендовых мест. Как сделать Ульяновскую область еще более привлекательной для гостей и инвесторов? Специалисты индустрии туризма и руководство корпораций развития Ульяновской области объединили усилия. Уже построенные отели и гостиницы необходимо совершенствовать, сделать более современными, оснащенными бизнес-площадками и креативными пространствами. На территории нашего края есть достаточные заведения, и они неплохо зарабатывают, но, как известно, всегда есть куда стремиться. В статистике все наши отели, их более 150 коллективных средств размещения в Ульяновской области, заработали за год порядка 2 миллиардов рублей. 2 миллиардов рублей – это данные, точные данные, та выручка, которую оставляют у нас туристы, останавливаясь в отеле. Для отдыхающих надо построить больше турбаз и кемпингов. Ведь неизвестно, что будет с выездным туризмом в дальнейшем. Из-за постоянно меняющейся эпид-обстановки невозможно предсказать очередное появление железного занавеса. Алексей Русских отметил, что в районах Ульяновской области не хватает гостиниц и других досуговых объектов. Если они есть, то в плачевном состоянии. У нас не везде и всегда можно получить качественные услуги по проживанию. Частые места для отдыха – это изрядно обетшалые советские санатории, либо неопрятные базы отдыха, полуразрушенные. Или в интересном месте, привлекательном для туристов, вообще негде становиться. А места у нас таких более чем достаточно. Интересные наработки в Ульяновской области имеются. Есть у нас и «Красный маршрут». Это программа в том числе для иностранных туристов, где каждый сможет окунуться в атмосферу русского губернского города второй половины XIX – начала XX веков и узнать больше о жизни Владимира Ульянова-Ленина. В этом году также стартовал межрегиональный проект «Яркие выходные в Приволжье». По этой программе жители Башкирии и Татарстана прибыли на первом в Ульяновске туристическом поезде. Тур включил в себя две программы – «Симбирск-Ульяновск лучший» и «Back in USSR». Туристических операторов должно быть больше, чтобы увеличилось число турпродуктов, привлекательных для путешественников. По данным от корпорации развития, 60% гостей нашей области – это бизнес-туристы. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ.